Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Отмечают профессиональный праздник. 12 марта 139 лет со дня образования уголовной исполнительной системы. Во Владимирской области службу несут 4000 сотрудников УФСИН. На каждого в среднем приходится четверо осужденных. В нашем регионе две тюрьмы, три следственных изолятора, 10 исправительных колоний. Сегодня, как говорят сами сотрудники УФСИН, в исправительных учреждениях нет перебоев с питанием. Бытовые условия соответствуют предъявляемым требованиям. В Покровской колонии, к слову, сегодня открылся комплекс для проведения длительных свиданий. Ими поощряют за хорошее поведение и добросовестный труд. В колониях осужденные имеют возможность освоить различные специальности. В этом плане мы работаем, значит, как по швейному производству, как с Министерством обороны, так и с Министерством внутренних дел. Вот, допустим, стопроцентная загруженность по швейному производству у нас на сегодняшний день в обоих женских колониях. В мужских колониях с трудоустройством немного хуже. Ну и там мы работаем, как бы ищем заказы. В праздничный день УФСИН награждает олечившихся сотрудников. Ксения Овчинникова получает новое звание сержанта за службу в надзоре за безопасностью. Не только за осужденными, но и за надзирателями ведется видеонаблюдение. Задача Ксении дистанционно следить за порядками, сообщать о нарушениях как с той, так и с другой стороны. Работаю я в мужском коллективе, также спецконтингент, чисто там мужчина. Работать, да, тяжело, но ничего, мы учимся, у нас хорошие наставники. Почтальонов нет, письма забирайте сами. Жители нескольких новостроек на Мира возмущены тем, что уже почти год их дома игнорирует Почта России. Извещения о посылках, заказных письмах и денежных переводах люди забирают сами. Официально многоэтажки закреплены за почтовым отделением, но, по словам людей, почтальоны к ним не приходят. Между тем, жители домов из-за не вовремя полученных писем вынуждены платить штрафы и регулярно решать вопросы в судах. Тему продолжит Валентина Мартынова. Дайте, пожалуйста, извещение Мира 2D. За извещениями о письмах и посылках Альбина теперь приезжает на почту сама и регулярно. Иначе, говорит, можно попасть в неловкую ситуацию. Неприятность в семье случилась буквально недавно. Супруги, переехав в новый дом, ждали важное письмо страховой компании о ремонте автомобиля после аварии. Но извещение получили совершенно случайно и с месячным опозданием. В этом письме от страховой было постановление на ремонт, которое действовало 14 дней. Соответственно, не получив это письмо, которое было заказное или срочное, как там правильно называется, мы пропустили свою очередь на ремонт. И нам понадобилось еще раз ехать в страховую, объяснять ситуацию. А ситуацию жители новостроек не иначе, как абсурдной, не называют. Все дело в том, что их дома Почта России просто не обслуживает. А ведь три высотки жилого комплекса парк-университет сдали год назад. И в них уже заселились жильцы более 800 семей. Людям сообщили, что их приписали к отделению номер 21. Вот только почтальоны этого отделения почему-то так ни разу и не пришли. На почту люди вынуждены ездить сами. Спрашиваем, нет ли что-нибудь еще на дом, разносим по ящичкам, раздаем. Все, никого другого способа нет. Извещение получили потом, пришли на почту, уже сказали обратно отправлено. А как выяснилось, там штраф. И говорят, что возможно даже подадут в суд то, что мы вовремя не оплатили. Соответственно, кто должен оплачивать данные судебные издержки? Вопрос, соответственно, мы или почта, это их не получается вина. Почему люди не могут вовремя получить свою корреспонденцию, жители пытались выяснить сами у руководства 21 почтового отделения. Но ответ получили неожиданный. На встречу нам вроде бы как человек идет и говорит, понимаете, у меня нет почтальонов, имеющимся почтальонам денег не добавляют и проблему я решить не могу. Нам сказали как, что до вас ходить далеко и нам не платят за ваши дома. То есть соседние дома, это 6Б, 11-й дом университетский, 4А, то есть им носят, а до нас просто не доходят. От того, что почтальоны не доходят, страдают не только жильцы, но и сотрудники офисных помещений, в том числе и управкомпания, которая располагается здесь же. Доходит даже до абсурда. Получается так, что я собственнику пишу обращение или письмо, получается, потом в почте России получаю это письмо и обратно рассовываю уже почтовым ящиком. То есть тройная работа. Алексей Романов объясняет, месяц назад от лица жителей управкомпания написала официальное письмо в почту России с просьбой решить проблему, но никакого ответа до сих пор нет. А сегодня после вмешательства телевидения случилось чудо. Почтальон впервые все-таки выехал по адресу с корреспонденцией. Попросили сегодня отнести. Ну вот сейчас я шла. Ну вот сейчас вопрос решается, это самое. С утра ничего не было. Завтра приедут нормировать участки ваши. Будут решать, куда, чего эти дома отнести. Контролирует ли управление Почты России по Владимирской области работу своего отделения? Большой вопрос. Почему там жителям могут сказать, что на почтальона для вас нет денег, а нашей съемочной группе ответить, что почтальон понес корреспонденцию? Ясно одно. Игнорировать жителей новостроек больше нельзя. И теперь местное руководство Почты России обещает внутренние проверки. Виновных, если таковые найдутся, ждут дисциплинарные взыскания. И, внимание, после вмешательства телевидения на административном уровне начал решаться вопрос о размещении почтового отделения на территории жилого комплекса. И все же, почему целый год несколько многоэтажек не обслуживались? И кто теперь должен ответить за штрафы, пени и судебные издержки, которые наложили на жильцов? Люди написали заявление в прокуратуру. Валентина Мартынова, Артем Горчаков, Илья Фомин, Шестой канал. 21 пожар, 16 ДТП с пострадавшими и более тысячи обращений на городскую станцию скорой медицинской помощи. Длинные праздничные выходные не обошлись без происшествий. Одно из самых резонансных случилось днем 9 марта. Карета скорой помощи, которую везла пациента из Суздальской райбольницы в кардиоцентр, попала в ДТП на Суздальском проспекте во Владимире. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке неотложка, ехавшая на красный свет, столкнулась с автомобилем Киа Сид под управлением 27-летнего водителя и врезалась в столб. Травмы получили пассажиры скорой, фельдшер и родственница, которая сопровождала пациента. Ее госпитализировали с тупой травмой грудной клетки и переломом ребер. Пациент не пострадал. Будет проводиться административное расследование, в рамках которого будет установлена степень вины каждого из участников данного дорожно-транспортного происшествия. Водителям специализированного транспорта с включенными проблесковыми маяками звуковой сигнализации разрешается отступать от требований правил дорожного движения, но только с учетом соблюдения норм безопасности, чтобы не допустить столкновения. В случае дорожно-транспортных происшествий с данной категорией участников дорожного движения проводится отдельное расследование и выявляются причины и условия, способствующие совершению данного автопроисшествия. За выходные в дорожных происшествиях было ранено 20 человек и один погиб. В Везняковском районе 11 марта около двух часов дня на 290-м километре трассы М7 произошла авария с участием четырех машин. По предварительной информации, водитель большегруза DAF не рассчитал скорости, въехал в Ниссан Альмера, который шел перед ним и встал на светофоре. От удара авто вынесло навстречу, где легковушка столкнулась с автомобилем Джили, а тот, в свою очередь, толкнул стоявший на светофоре Киа Спортедж. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Джили, а также водители два пассажира Ниссана, в том числе семилетний мальчик. Их спасателям пришлось вызволять из машины с помощью спецсредств. Также в эти выходные на территории области произошел 21 пожар. Горели машины, бани и частные жилые дома. Погибли три человека. Один мужчина скончался на пожаре в ночь на 8 марта в поселке Никологора Везняковского района. Еще двое погибли 9 марта в Камешковском районе. 9 марта в 17 часов 54 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу Камешковский район, поселок Второва, в частном жилом доме. Пожарные подразделения прибыли на место уже в течение 10 минут. И, к сожалению, уже наблюдалось открытое горение части жилого дома на площади 20 квадратных метров. С пожаром удалось справиться, но, к сожалению, были обнаружены тела двух погибших. Установили практически сразу личности погибших. Ими оказались хозяин дома и его сожительница. Это местные социальные личности. Днем 9 марта их видели соседи уже в совершенно неприлично пьяном состоянии. Дом, конечно, уже в таком состоянии был, что за неуплату там отключили электроэнергию. Отопления в доме не было. Сейчас проводится доследственная проверка. Есть предварительная версия причин пожара. Совместно со специалистами сошлись во мнении, что, скорее всего, это было неосторожное обращение с огнем. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Умерла в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в Петушинской ЦРБ. Трагедия случилась в ноябре 2017 года. 33-летнюю женщину доставили в райбольницу симптомами острого панкреатита. Пациентку осмотрел дежурный врач, госпитализировал и назначил лечение. Но на следующий день женщина впала в кому. Врачи, опасаясь осложнений на сердце, провели операцию не сразу. Женщина скончалась. У нее осталось трое маленьких детей. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют, насколько профессионально действовали медики. Пытался сбыть гашиш. Во Владимире задержали 20-летнего местного жителя. У него был полимерный пакетик с неизвестным содержимым. А в квартире еще 10 пакетиков с аналогичным веществом. По заключению экспертов, по пакетам парень расфасовал гашиш общим весом почти 9 граммов. Полицейские установили, что у наркотики молодой человек собирался с бытной территории Владимира. В отношении 20-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Во Владимире зафиксировали вспышку кори. В больнице уже 9 заболевших. Все дети. От 11 месяцев до 12 лет. Ребят не прививали от кори. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Причем стены для инфекции не преграда. Она способна проникать в соседние квартиры и даже на соседние этажи. Единственный способ остановить вспышку – вакцинация. Сейчас врачи стараются привить всех, кто контактировал с заболевшими вне зависимости от возраста. Опасное заболевание вернулось после долгого затишья. В предыдущие годы во Владимире не регистрировали ни одного случая заражения. Возвращение инфекции врачи связывают с отказом многих родителей делать своим детям прививки. В область снова съезжаются мультипликаторы со всей России. В Суздале стартует уже 23-й по счету открытый фестиваль анимационного кино. В его рамках по всей области пройдут концерты, творческие встречи и мастер-классы с юными зрителями. Пообщаться с мультипликаторами смогут больше 10 тысяч детей. В 60 школах и учреждениях культуры устроят открытые показы новых российских мультфильмов и зрительское голосование, итоги которого объявят на церемонии закрытия фестиваля. Добавим, что в этот раз в Суздале соберутся больше полутора тысяч режиссеров, художников, сценаристов. А в конкурсной программе рекордное число мультфильмов более трех сотен. Их будут оценивать мэтры анимационного кино. О спорте. В парке «Дружба» минувшие выходные состоялась юбилейная десятая лыжня в память об олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта Алексея Прокуророве. На старт вышли около 350 профессиональных лыжников из десятка регионов страны. Кто оказался лучшим на дистанциях в 30 и 50 километров и какой неожиданный сюрприз преподнесли спортсменам-чиновники, расскажут мои коллеги. Замешкаешься на старте, отпустишь соперника вперед. Чтобы этого не допустить, фавориты сразу стараются возглавить лыжный пилотон. Дистанции хоть и длинные, от 5 до 50 километров. Тем не менее, тратить силы на дополнительный обгон никому не хочется. Александр Игонин из Нижегородской области захватил преимущество в самом начале гонки. Проехав всю десятку первым, чуть было не упустил победу. Стал останавливаться не после финиша, а перед ним. Я думал, вот финиш. А он оказывается тут. Подсказали? Да. А то он мог упустить победу. Ну да. Кстати, надувная арка с надписью «финиш» вводила в заблуждение и других лыжников. Гонщики не понимали, что на самом деле финиш на 100 метров дальше яркой конструкции. Победители и призеров чествовали легенды советского спорта – друзья Алексея Прокуророва. Среди них двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова. Лыжный спорт, он в деревне. Он рождается в деревне. И надо ехать по деревням и искать. Ни в Москве, ни в Питере, ни где-нибудь. А вот здесь в деревне. Пацанов, девчонок, желающих заняться лыжным спортом, много. Их надо просто увидеть, их надо найти. 50-километровая дистанция по праву считается королевской. Выйти на старт в этом забеге отважится далеко не каждый, в том числе и профессиональный лыжник. В этом году с мельчаков 125 человек. Я занимаюсь только третий год на лыжах. А, то есть не так давно. Не, 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 не давно. Третий год. Да, ехать главное. Главное участие сегодня у нас по этому. Подготовка, конечно, была, но все равно в таких мероприятиях надо участвовать в памяти великих спортсменов. Как и в прошлогоднем марафоне, Владимирский спортсмен Александр Еремичев вновь занял третье место. Лучшим же на 50-километровой дистанции стал Юрий Гаврилов из Тюмени. На тридцатке у женщин победа досталась гонщица из Воронежа Ульяне Гавриловой. На втором и третьем месте спортсменки из Вязников. Владимирских лыжников на этих состязаниях ждал сюрприз. Его всем любителям этого вида спорта преподнесли областные власти. Руководители региона услышали известного российского комментатора Дмитрия Губерниева и выполнили его просьбу двухлетней давности. Хорошая трасса, но вот ретрака нет, лыжники говорят, и может быть услышит губернатор Владимирской области, госпожа Орлова. Руководство, ретрак, ну помогите лыжникам Владимира. Нужен ретрак, чтобы готовить хорошие трассы. Мы с ним тоже это обсуждали и обсуждали это с губернатором. И Дмитрий Губерниев давно и принципиально поддерживает старты, посвященные памяти прокурора. И во всех знаковых событиях, связанных с его именем, принимает участие. Причем не только в Владимире, но и в Муроме. Вот последний раз мы именно в Муроме с ним встречались. Мы очень рады, что нам вручили сертификат. Он крайне нам необходим, ретрак. Потому что современные трассы должны готовиться к хорошими, тяжелыми машинами. Ну а насколько успешны наши дарования покажет ближайшее первенство России. Оно состоится на этой неделе в Сыктывкаре. Наш регион, на нем будут представлять лучшие молодые лыжники области. Никита Каргаев, Алексей Дудин, Илья Фомин, Шестой канал. Меньше недели осталось до выборов. 18 марта мы с вами будем выбирать президента страны. Чтобы изучить программу кандидатов, время еще есть. О том, как видят будущие России кандидат в президент и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, поговорим прямо сейчас. Сегодня он, гость студии Шестого канала. Григорий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, много ли городов, территорий вам удалось посетить в рамках этой предвыборной кампании? 34 тысячи километров. Это почти экватор. Думаю, что количество, наверное, 10-12 регионов. Как вы оцениваете уровень жизни населения сейчас? Я думаю, что это главная проблема, которую вы сразу сказали. Бедность, очень большая бедность. Моя программа вся начинается с бедности. А вот есть какая-то градация, где люди живут лучше, где хуже? Конечно. В Москве живут лучше. А во Владимире хуже. А в Пскове еще хуже. В Великом Новгороде еще хуже. Там 14-16 тысяч средняя зарплата. У вас 20 тысяч. Конечно, большая разница. А вот как-то выровнять ситуацию в России можно, по вашему мнению? Необходимо. Необходимо проводить другую бюджетную политику. Я бы ее назвал федерализмом. То есть, например, Владимиру разрешить оставить себе все налоги, которые он соберет. Или большую часть. И тогда это будет означать, что Владимир будет очень заинтересован в развитии предпринимательства и всего остального. Но ведь одними налогами проблему бедности не решить. Какие еще шаги должны быть приняты, чтобы ситуация изменилась? Я предлагаю специальную программу. Эта программа называется «Дома, земля, дороги». Это мой главный козырь. Я хочу, чтобы людям в ближайшие 6 лет дали частную землю в личную собственность навсегда. Бесплатно. И чтобы они могли там строить собственный дом. Не для сельскохозяйственных нужд, а чтобы вы могли построить свой собственный дом для ваших детей и внуков, которые когда-нибудь появятся. И чтобы вы его построили, а государство предоставит вам беспроцентный кредит на очень долгий период времени. Но главное, что государство сделает, она обеспечит вас инфраструктурой. Она обеспечит вас дорогой, газом, водой, электроэнергией. За счет нефтяных и газовых доходов. Вот главное направление борьбы с бедностью. Потому что одно рабочее место создает 5 рабочих мест в разных других отраслях. Например, там появится транспорт, появятся строительные материалы, появится текстиль, появится производство мебели, появится производство сантехники, электроники, всего. Потому что дом – это такое собирательное понятие. Это мощный двигатель экономики вверх. Но вот чтобы построить инфраструктуру, где деньги взять? А эта инфраструктура – это доходы государства от нефти и газа. Сейчас у нас военная программа 22 триллиона. 22 триллиона. Путин объявил, что она будет еще больше в последнем своем послании. А такая программа, о которой я говорю, это 13 триллионов. Я бы считал, что из 22 триллионов можно вполне поделиться. Наш ядерный потенциал вполне достаточен сегодня, чтобы защищать нашу страну. То есть, получается, дом, инфраструктура, рабочие места за счет увеличения инфраструктуры. И налоги для нашего региона оставляют все здесь. Это основные ключевые решения. Это еще не все. Что еще? А что я предлагаю? Создать накопительные счета для детей. Каждый ребенок может иметь накопительный счет, чтобы к 18 годам собрать миллион рублей. А накопительный счет? То есть, кто будет инвестировать в этот счет? Тот же самый государство. Государство, например, за счет экспорта оружия, будет создавать накопительные счета. Особенно сначала для детей в малообеспеченных семьях. Представьте, как хорошо. Ребенку 18 лет, у него есть деньги. Он может в университет пойти учиться за свои средства. Он может дом себе начать строить или квартиру. Может жениться. Вот вам демография. Может поехать учиться куда-нибудь в университет. По поводу пенсионеров. Скажите, многим пенсионерам сейчас им не хватает на жизнь. Есть ли у вас какие-то предложения для того, чтобы улучшить их положение? Давайте поговорим про пенсионеров. Почему-то пенсионеров всегда считают нагрузкой. Ведь это же нехорошо. Во-первых, это нехорошо с точки зрения человеческой. Эти же люди все построили. Вот это все, что здесь есть, построили наши родители. Во-вторых, пенсионеры – это мощный экономический рычаг. Они покупают вещи, к которым они привыкли. И это рост пенсии таких людей – это мощный рычаг спроса. Это ведет к тому, что растут предприятия. Да, сначала они производят товары, можно сказать, из прошлого века. Но люди к ним привыкли, они для них комфортны, они для них важны. Но тем самым эти предприятия накапливают ресурсы. И постепенно перейдут к новым товарам. И постепенно перейдут к современным товарам. Это и есть Роспроизводство. Откуда взять повышение пенсии, наверное, вы меня срочно должны спросить. Ну, конечно, я вот сижу об этом говорю. Вот я вам говорю, а я вам сейчас скажу. Может, вы слышали во Владимире, что в Москве есть такие компании «Роснефть», например. Конечно. Вот, или «Газпром», например. Это крупнейшие государственные корпорации. Вот нужно их сделать акционерами пенсионного фонда. Понимаете? Пусть они платят дивиденды в пенсионный фонд. И все, и мы забудем проблему пенсионного возраста. Мы забудем проблему пенсии. Мы просто все это выкидем. Ну, а сейчас куда эти деньги идут? А сейчас они 600-700 миллиардов рублей, я вам говорю официальную цифру, не доплачивают в бюджет. Они просто ее не платят. Зато у них есть футбольные клубы, зато у них есть там огромные медийные ресурсы, зато их руководители получают фантастические зарплаты в день. И больной вопрос для нашего региона – это медицина. У медицины это вообще, я вот вам впервые в программе, может быть, более подробно поделюсь с вами своими мыслями о медицине. С медициной у нас никто еще этого не понял, но она на грани катастрофы. Значит, смотрите, что происходит. В целом, в массовом масштабе, качество медицины очень ухудшилось. Появилось очень много жалоб. Это привело к тому, что Следственный комитет России открыл целый департамент по рассмотрению жалоб и заведению уголовных дел и расследований в отношении медицинских работников. Это, в свою очередь, приводит к тому, что среди медиков зарождается нешуточный страх. Как только врач боится рисковать, он перестает лечить. Параллельно с этим, почему упало качество? Потому что сокращается количество медицинских учреждений. На 20 с лишним процентов сократилось число врачей в России. На 20 с лишним процентов. Вместо того, чтобы их учить заново, готовить, отправлять за границу, за деньги государства, их просто стали сокращать, стали объединять больницы, стали сокращать количество пунктов скорой помощи. Вот, например, при средней зарплате фельдшера 14 тысяч рублей, кто будет работать на станциях скорой помощи? В Новгороде Великом совсем недалеко отсюда. 42 процента пунктов скорой помощи закрылось. Поэтому... Такой выход. Поэтому. Значит, нужна грамотная политика. Во-первых, политика со стороны государства должна заключаться в том, что президент, я как президент, я формулирую главную задачу. Средняя продолжительность жизни в России должна быть 80 лет. Второе. Медицина должна быть общедоступная. Следовательно, она должна быть государственная, бюджетная, по целому ряду заболеваний. И она должна быть страховая, по другому ряду заболеваний, более сложным и так далее. Вот комбинация общедоступной бюджетной медицины и страховой – это и есть главное направление. Следующее. Решение в том, как организовать медицину, как с ней правильно работать, должны принимать квалифицированные, профессиональные, опытные, подчеркиваю, врачи, а не безумные чиновники. Сократить объем бумажной работы, сократить объем бюрократических требований. Вот основные направления. И последний вопрос. Какие первые шаги, первые три шага, которые вы бы сделали? Первые три шага? Освободил бы людей, семьи, у которых доход на члены семьи меньше минимальной зарплаты от подоходного налога. И второе, открыл бы в депрессивных регионах накопительные счета, о которых я вам говорил. А еще прекратил бы противостояние с Украиной. А еще решил бы проблему Крыма. А еще вывел бы войска из Сирии. Вот вам, на первые сто дней, хорошая программа. Спасибо большое. И я напомню только, что мы беседовали с кандидатом в президенты от партии «Яблоко» Григорием Явлинским. И это все, о чем вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Ну и я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют малооблачную погоду. Возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут 2-5 градусов со знаком минус. По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Температура воздуха до 5 градусов мороза. Ветер южного направления с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра артутного столба. Влажность воздуха составит 80%. Редактор субтитров А.Семкин